добрый день дорогие мои друзья сегодня мне хочется ответить еще на один вопрос который у нас возник в швейном клубе там много разных вопросов разбирается и вот еще один вопрос был поднят девочками взволновал очень многих и мне попросили рассказать о своем опыте речь идет о том как открыть ателье как относиться к клиентам как исходил как быть более уверенными в себе потому что у многих в начале пути всегда появляется страх как не стесняться брать вот эти цены какие есть но очень подробно я уже снимала видео и о ценообразовании как сама этим руководствовалась и о том как организовать ателье кому организовать ателье тоже очень много говорила если кто-то не видел эти видео пожалуйста найдите их посмотрите сегодня мне хочется просто подробно рассказать о своем собственном опыте потому что мой опыт наверное немножко отличается от вашего опыта потому что начала я заниматься этим вопросом очень рано еще с детства уже тогда у меня сложились какие-то основы моего особенного метода кроя который основывается на том что измерил то и отложил то есть умение измерить какую-то мерочку а потом сообразить как ее отложить на бумаге или сразу прям на ткани вы все уже с ним знакомы прекрасно понимаете насколько он рабочий этот мой метод этот вариант да насколько вам легко строить собственно говоря вот эти базовые конструкции особенно не заморачиваясь сложными расчетами формулами и какими-то вычислениями но речь сейчас не об этом дело в том что я очень рано начала шить вещь не только себе и у меня стал копиться опыт первыми моими клиентками так сказать будем это говорить были конечно мои подруги многочисленные дружить я всегда любила была я одним ребенком в семье и поэтому мне всегда хотелось чтобы рядом кто-то был я очень привязывалась к тем людям которые оказывались на моем пути первая моя подруга оля которая меня на два года младше я уже тоже об этом рассказывала подробно не буду потом мои девочки одноклассницы вот буквально сегодня только приехали оттуда прошли принесли свою свою дружбу через даже больше чем дружба это сказать мы просто это какая какие-то родственные связи причем очень крепкие хорошие лучше чище людей мне кажется я не встречала своей жизни хотя мне очень везет и у меня очень много встреч самыми замечательными я считаю лучшими людьми этого мира в этой жизни за что я благодарна судьбе богу звездам вселенной и не устаю благодарить об этом постоянно но тем не менее первыми мои как моими как раз клиентками были они и так как никто мне за это естественно денег не платил то и и ошибки какие я допускала набирая вот этот вот свой опыт в общем то они не имели большого значения все были рады получить вот это платице очередное новенькое какое-то и ну все было хорошо конфликтов никаких не было потому что пока ты шьешь бесплатно конфликтов не будет как только ты начинаешь брать за это деньги тогда уже отношение к твоей работе будет другое это понятно это естественно и конечно это не так просто но что хочу сказать что нужно какое-то время набивать руку и надо стараться чтобы ваш опыт был как можно более обширным более разнообразным сегодня вы шьете купальник завтра вы шьете платье послезавтра брюки и так далее то есть нужно но прежде чем сказать себе я готов работать с другими людьми мы как правило не говорим о какой-то специализации да нужно все равно накопить вот этот самый опыт и чем больше вот этого опыта у вас будет накапливаться тем спокойнее вы потом перейдете на пошив изделий уже непосредственно за какие-то деньги понимаете вот это будет вам давать силу и именно опыт опыт и еще раз опыт будет вам путеводной звездой будет избавлением от ваших страхов потому что наши страхи они идут от неуверенности они уверенность появляется от небольшого опыта поэтому старайтесь набирать именно вот этот опыт кому-то бесплатно кому-то немножко за маленькие деньги понимаете и каким-то знакомым каким-то подругам каким-то еще там допустим друзьям и потом когда вы уже выходите на других людей на посторонних людей открываете небольшую мастерскую или это на дому это какая-то ремонтная мастерская где обязательно к вам придут и попросят что-то сшить потому что особенные фигурки не находят это этого всего понимаете вот тогда вам будет уже легче и тогда вам будет еще проще ну и конечно надо смотреть правде в глаза приходить к вам будут редко стройные тонкие звонки где пояс поясом талию затянул и уже красиво оборочек нашел рюшечек нашел и уже красиво понимаете приходить к вам будут люди не очень стройные особенные люди которые не могут купить эту готовую одежду для которых это беда и проблема и вот поэтому свой курс много лет назад на ютубе совершенно бесплатно я начала рассказывать именно с особенной фигуры с нестандартной фигуры научиться классифицировать видеть эту нестандартную фигуру абсолютно правильно постараться снять с нее мерки и только потом используя все мои советы все мои инструкции начинать строить понимаете то есть только это может придать вам уверенности все время держите перед глазами ваши видео уроки книжку youtube совершенно бесплатно у кого нет видео уроков понимаете без этого это нереально и невозможно опыт свой плюс опыт чужой но в данном случае мой опыт которым я щедро с вами делюсь он поможет вам уйти от этого страха и работа 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 и еще раз работа я никогда не умела говорить людям нет то есть ко мне приходили люди с такими фасонами которые я естественно не делала раньше и у меня не было опыта сделать тот или иной фасон тогда я себе говорила галя значит пришел момент что тебе надо научиться поэтому бери думай и делай я иногда начинала бралась за какой-то фасон я не знала как его скроить как его смоделировать вот ну все начинается с основа основа понятно основа ты сделал при с прибавками ты по силуэту сориентировался да а что потом и тогда я делала первый шаг а когда сделаешь первый шаг начинает видно уже второй шаг а когда второй то третий и вот у меня были такие фасоны случаи иногда когда мне приходилось до пяти вот таких вот шагов делать прежде чем приходил последний понимание того как сделать последний шаг который был уже завершающим как говорится в этом в этом фасоне в этой сложной для меня модели какой-то асимметричной драпировками с подрезами и прочее 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 понимаете поэтому не надо этого бояться нужно брать и делать нужно брать и делать вот это все но я хотел на самом деле рассказать о своем опыте опять ушла куда-то в сторону давайте несколько слов все таки об этом опыте я скажу так вот первый мой опыт это были мои подруги потом второй мой опыт я уже поступила в институт у меня были ключи от швейной комнаты у нас девчачья была девчачий такой дом в основном это был пединститут и ко мне приходили девчонки которым я краила их одежду краила халатики краила какие-то платьицы кому-то помогала отшивать кто-то сам с этим справлялся забывала о том что краила и все это этот богатый опыт тоже был для меня бесплатным я не брала за это никакие деньги понимаете и это тоже было хорошо это все шло в копилочку и продолжала шить конечно себе все что нужно потом я уже вышла замуж я рано вышла замуж 20 20 лет до 21 уже аленка у меня родилась и тут у меня появился первый как бы семья у меня создалась все и у меня появился первый платный клиент конечно я дрожала это была моя преподавательница в институте она видела как я нарешаюсь и вот подошла ко мне ну я тоже как-то со страхом но справилась с этой задачей ну а потом же я мало шила вот так вот на заказ за деньги и за деньги я стала шить уже после того как закончила институт поработала в школе потом стала работать на заводе и уже когда работая на заводе я из программистов перешла в закройщики я начала впервые работать за деньги массово так сказать и все но здесь у меня уже был тоже большой опыт который у меня продолжался это было уже 30 лет и к 30 годам я уже шила на многих и многих знакомых но шила либо за крошечные деньги либо как говорится потому что я не была профессионалом не считала себя профессионалом не работала в этой профессии это было для меня хобби либо шила очень дешево либо совсем бесплатно чаще всего конечно это было совсем бесплатно потому что мне еще приходилось кроме своей семьи одевать свою подругу олю мою да мама у нее рано ушла и все заботы о ней перешли на мои плечи и поэтому разнообразие все мы тогда шили пальто и какие-то дубленки даже шили вот как придумаю так и шью за все бралась ольга мне доверяла фигурка у нее была хорошая поэтому шить на нее было одно удовольствие шьем да радуемся она помогала мне где-то в чем-то ну вот как то так а потом мне было уже 30 лет когда я начала работать когда как говорится встала к станку сначала работала на самокрое мое начальство поняла что я краю хорошо обучили меня так сказать но это учение ничем не кончилось потому что я пришла я просто познакомилась с теми методами единый метод конструирования одежды который тогда рулил так сказать у нас везде в ателье вот и пришла работать в ателье я все равно вернулась потом к своему собственному способу потому что он мне казался быстрее понятнее мне был делал делала я это все всю работу гораздо быстрее и качество у меня было конечно выше потому что работала с одной примеркой и так мой опыт еще 15 лет понимаете и только после этого уже поработав потом в институте преподавателем и уже после этого опыта я вдруг решила открыть свое ателье мне было тогда 49 лет чего я тогда боялась да ничего я тогда уже конечно не боялась никакого ни о каком страхе речи вообще не было я была настолько уверена что за это время он в своих возможностях своих силах что я справлюсь с любой фигурой самой незаурядной самой необычной самой особенной да что я покрою любой фасон что смоделировать могу любой фасон поэтому я ничего уже когда открыла свое ателье ничего уже не боялась но все другие вы например вы не можете ориентироваться нам на мой опыт потому что я вот хотела вам об этом просто рассказать коротко как можно возможно да но на самом деле у кого нет такой возможности так долго идти к своему пути открыть ателье все равно хочется потому что любите этим заниматься потому что нравится потому что доставляет радость удовольствие и вы при этом меньше устаете понимаете я считаю надо начинать надо начинать и надо делать я вашу вам всегда как говорится бог в помощь и я тоже в помощь присоединяйтесь на швейный клуб задавайте там какие-то вопросы но только не пытайтесь в этом швейном клубе не знакомясь со мной с моим методом кроя используя что-то другое пытаться этот метод кроя изучить так не получится потому что некоторые новички у нас туда приходят и начинают задавать такие вопросы на которые я в первую очередь всегда отвечаю в самых первых своих уроках которые начинаются со снятия мерок понимаете поэтому сначала все-таки учимся моему методу кроя пытаемся перейти на него отказавшись от каких-то готовых выкроек или там от чего-то еще от каких-то другого своего опыта который вас не очень устраивает и потом уже когда вы пробуете когда вы применяете это начинаете применять на практике у вас появляются вопросы уже задавайте вопросы мы будем с вами говорить на одном языке то есть тогда будет легко вам ответить и понятно в какой-то переписке вот собственно и все что хотелось мне вам сказать но и в конце хочу еще раз добавить те кто уже прошел мой метод кроя кто уже принял его и у кого уже есть какой-то опыт вы продолжаете развиваться в этом направлении вам остается только накапливать этот опыт опыт чтобы у вас как можно больше разных фигур проходило между вашими руками разных фасонов разных моделей ну и конечно разных изделий потому что самое главное это конечно правильная выкройка с технологией вам поможет справиться справиться интернет технологии в эти сейчас очень-очень много здесь такая там сякая там еще какая-то выбор огромный а вот хорошая выкройка чтобы без перекроя без переделок правильный выбор прибавочек пожалуйста обращайтесь и учитесь и пробуйте и накапливайте 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 свой опыт вот и все что хотелось мне сказать вам сегодня задавайте вопросы я с удовольствием отвечу на них ваших комментариях и так до новой встречи всегда ваша галина колоня и так до нового времени